О развитии торговли на Кубани мы говорим с заместителем руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Александром Кузнецовым. Александр Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Итак, придорожный сервис. Как он развивается, есть ли какие-то трудности или наоборот может быть достижения? Активно развивается. Вообще, опять же, короткая составляющая здесь играет большую роль. У нас 4000 объектов, более 4000 объектов придорожного сервиса на сегодняшний день. И возникла большая необходимость как-то это упорядочить, сделать, опять же, какие-то комфортные условия для туристов приезжающих. Было поручение губернатора разработать схему развития многофункциональных комплексов сервиса. Что это из себя представляет? Это комплекс, где проезжающий может получить различные виды услуг. Самое главное, понятно, это автозаправочная станция, то есть заправить свой автомобиль. Дальше перекусить. Какие-то бытовые нужды получить, что-то купить, приобрести. Поэтому и, естественно, средства размещения, ну или как проще говоря, то есть где-то отдохнуть. Гостиница может быть, да, или небольшой какой-то отель. На сегодняшний день такие комплексы в крае есть, их 10 уже функционируют. Мы вместе с муниципалитетами, вместе с коллегами из Министерства транспорта, вместе с коллегами-балансодержателями дорог федеральных проанализировали эту ситуацию. И на сегодняшний день разработана схема, где есть нанесены эти 10 существующих комплексов и еще 27 потенциальных мест, где на сегодняшний день нужно развивать многофункциональные комплексы сервиса. До муниципалитет сейчас вся эта информация доведена. Сейчас от них мы ждем активной работы в этом направлении. Нужно подготовить земельные участки для инвесторов, для прихода инвесторов, для развития этой темы. Вот это, наверное, такой наш основной посыл в теме придорожного сервиса. Также не обойдем стороной и придорожные ярмарки. Этот формат тоже сформировался уже на протяжении нескольких лет, была единая концепция подготовлена. Их количество значительно увеличилось. На сегодняшний день это 331 ярмарка. Если говорить о процентном отношении, то там за последние 5 лет где-то на 35-40% это увеличение произошло. И с каждым годом количество заявлений о проведении ярмарки в том или ином месте увеличивается. Это хорошо. На самом деле это хорошо. Единственный самый важный аспект это безопасность. Любая ярмарка придорожная не должна нарушать, скажем так, или вообще какие-то предпосылки создавать для безопасного движения. Должен быть безопасность в первую очередь для туриста и вообще в принципе для автолюбителя. Должен быть съезд. Ну и дальше уже по нашему брендированию ярмарка должна быть выполнена в определенных цветовых тонах, в определенном стиле. Обязательно должен быть рукомойник, зона отдыха и прочее, прочее, прочее. Сейчас также мы ведем работу еще и по эквайрингам терминалов, чтобы человек мог приобрести товар без наличных средств. То есть это сегодня тоже очень активно там развивается и не всегда у человека есть с собой наличные средства, чтобы что-то приобрести. Вот у нас 21 ярмарка на сегодняшний день снабжена этими терминалами. Непростой процесс, потому что мы понимаем, да, ну на дороге это не всегда есть там стабильная связь и прочее. Но тем не менее, как бы движемся в этом направлении. Вот 21 ярмарка в прошлом году у нас уже с терминалами работали. Это тоже самое рынок сбытосельскохозяйственной продукции, которая выращена на Кубани. Это польза в первую очередь для самих сельхозпроизводителей. Это, опять же, возможность продать туристу кубанскую продукцию, которая является качественной, да, и по приемным ценам. Поэтому вот эти два направления при дорожном сервисе для нас очень важны, и мы этому направлению уделяем большую работу, большой аспект. Объемы продаж-то у них там большие? Ну, 331 ярмарка. Достаточно большие, и так как количество заявок, мы видим, каждый год увеличивается, то есть мы понимаем, что это является, видимо, экономически очень выгодно для хозяйственных субъектов. И некоторые хостсубъекты имеют уже не одну, скажем так, а две и три ярмарки. И где-то их количество некоторыми хозяйственными субъектами доводится уже, может быть, до нескольких ярмарок в одном муниципальном образовании. А что касается комплексов, в их создании мы рассчитываем именно на инвесторов, правильно? Тут только инвесторы, да. И нас почему сподвигло еще на эту работу? Потому что обращение инвесторов есть. То есть они хотят, это перспективное направление, и они хотят вложить свои средства и потом стабильно получать доход. Это очень перспективное направление, то есть большое количество туристов путешествует на автомобильном транспорте. И нам в первую очередь надо было решить эту задачу. Нужно было найти те места, где это необходимо сделать. Ну, то есть там несколько составляющих. Обязательно нужно было посмотреть трафик, обязательно нужно было учесть, где уже находятся такие комплексы, какие-то узлы определенные, где необходимо это разместить. То есть мы постарались, мы согласовали со всеми службами, которых я называл, да, мы получили такую схему. На сегодняшний день это вообще единственный такой опыт на территории Российской Федерации. Мы очень хотели утвердить эту схему нормативным актом, но столкнулись, как бы, опять же, с определенными здесь сложностями, потому что вот первый такой передовый опыт, и на самом деле никто этого не делал. И так как дороги разные, то есть есть муниципальные, краевые, есть федеральные, просто нет возможности утвердить это каким-либо одним органом власти. Да, то есть как бы, или субъектом власти, потому что, опять же говорю, вот абсолютно разные дороги, а схема одна. Поэтому мы планировали сделать некий документ, такое соглашение, да, и подписать. Но пока остановились просто на разработанной схеме. Это некие рекомендации, которые доведены на сегодняшний день до всех вот заинтересованных сторон, до муниципалитетов. И это, в принципе, на сегодня документ, который может являться ориентиром для инвесторов. То есть они могут уже на сегодняшний день посмотреть, где для них вот из тех площадок, которые мы уже определили, там 27 площадок, где наиболее перспективно бы им хотелось на сегодняшний день развиваться. Ну, по оценкам, на сколько это может затянуться по времени? Все-таки 27 комплексов. Ну, не на всех еще, да, найдены инвесторы. Примерно. Сложно сказать, но мы ориентиры делаем где-то в пятилетний период, скажем так. Нам нужно активно эту историю начать. Дальше, я думаю, те инвесторы, которые уже зайдут и увидят плюсы, будут продолжать. Появятся плюс новые инвесторы. Ну, вложения ведь серьезные. Представляете, такой комплекс нужно поставить. Это достаточно серьезные вложения. Но, тем не менее, интерес инвесторы проявляют, и мы вынуждены были, обязаны были эти условия создать. Мы на сегодняшний день их создали, и сейчас уже точно работаем по некоторым участкам, с некоторыми муниципалитетами. Поэтому, я думаю, там будет очень, в ближайшее время, скажем так, да, очень большой позитивный итог. Хорошо. Поговорим о рекламе. Департамент, я знаю, участвует в очистке нежелательной, хаотичной рекламы в городе. Скажите, какая вообще в идеале должна быть наружная реклама в большом городе? И почему вы вообще взялись за это? Ну, взялись потому, что неравнодушны к этой ситуации. Очень большое количество рекламы располагается как раз на объектах потребительской сферы. Это объекты оказания услуг, это объекты торговли. И в первую очередь нам показалось, что на сегодняшний день обилие рекламы, которая сегодня есть в городах, просто уже по-другому как мусор назвать нельзя. И мы совместно с коллегами здесь надо дать должное. Очень большая роль в этой работе, как бы принадлежит коллегам из департамента архитектуры, и, конечно, муниципальным образованием. То есть у нас есть краевая международная комиссия, и в каждом муниципалитете есть своя комиссия. Мы очень настойчиво добивались того, чтобы в муниципалитетах эту комиссию возглавлял или уровень заместителя, или главного архитектора. Подвижки начались не сразу, я могу сказать, потому что, как оказалось, не во всех муниципалитетах существовала на тот момент должная нормативная база. Это, в первую очередь, правила благоустройства, которые должны предписывать, и правила размещения рекламных конструкций. Насколько я смог изучить ситуацию, в свое время этому уделялось большое внимание, и был определенный порядок. Потом по каким-то причинам эта работа была упущена. И надо понимать, что хозяйствующий субъект, имеющий тот или иной объект, приносящий прибыль, он старается, опять же, привлечь к себе покупателей, посетителей. И стало появляться большое количество рекламы, призывающая к себе привлечь покупателей или посетителей. Не всегда эта реклама уже просто соответствовала нормальным, этическим нормам, стандартам. Но вкусы у всех разные, да. Ну да, мы сталкивались с такими элементами рекламы, где просто в понимании не укладывались, не отпугивали, наоборот, посетителей и покупателей. И тогда уже началась полномерная работа со всеми муниципалитетами. В первую очередь, приведение в соответствие нормативные базы, доведение методических рекомендаций. Все это было. Все это было уже проработано, наработано и доведено. Но вот не было должного, наверное, внимания этой теме. Когда это все было приведено в соответствие, началась уже работа. И вот на сегодняшний день я могу сказать, что 22,5 тысячи объектов рекламных убрано. Это вы по краю говорите? Это по краю, да. Это 8-800 объектов где-то всего зачищено. Это достаточно большой объем работы. Мы в ряде муниципалитетов уже видим эту работу. Самое главное критерий для нас – это зрительное восприятие. Когда мы приезжаем в какой-либо муниципалитет, и мы не видим вот этого обилия рекламы, мы видим уже чистые фасады и здания. И видим вывески, которые в муниципальном образовании уже доведены до тех правильных стандартов, которые должны быть. И поэтому мы поняли, в каком направлении необходимо двигаться. К сожалению, не все муниципалитеты активны в этой работе. Где-то они сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны предпринимательского сообщества. А предпринимательское сообщество, как мы понимаем, оно где-то и занимает очень серьезные позиции в любом муниципальном образовании. Они являются где-то там депутатами, где-то очень серьезными спонсорами. И не всегда они идут, не всегда, скажем так, они сразу понимают вообще, для чего это нужно. Ведь, опять же, конкуренция, экономика на сегодняшний день, она вынуждает их применять, скажем так, большое количество методов и способов, чтобы как-то увеличить покупательскую способность. Но когда предложено правильное информирование, доведение информации, большей части предпринимательского сообщества удается убедить, что это необходимо делать. И когда они видят эффект, на самом деле, от этого, они тоже понимают, что это необходимо. А какие, кстати, муниципалитеты оказались самыми замусоренными рекламой? Ну, наверняка на первом месте Краснодар, понятно. Ну, да, потому что, во-первых, большой объем просто объектов здесь, да. Ну, побережье. Я сейчас не хотел бы кого-то выделять отдельно, да. Это, конечно, побережье, но здесь тоже ряд муниципальных образований очень активно взялись за эту работу и прямо вот являются лидерами. А где-то, на самом деле, даже эту работу не выпускали. Есть муниципалитеты, где порядок был, более-менее был порядок в этой части и до начала этой работы. На сегодняшний день есть результаты. Муниципалитетам в этом году поставлена задача к 1 апреля, скажем так, почистить этого мусора. Все центральные маршруты, въездные маршруты и те трассы, скажем так, где движется турист, где движутся основные потоки. Вот это нужно сделать в первую очередь, почистить вот такие центральные улицы и маршруты. Дальше эта работа не должна останавливаться, она должна уходить уже на улицы по всему муниципальному образованию, по всему городу и планомерно заниматься этой работой. Уже как бы в планном режиме, без, может быть, проведения дополнительных совещаний и прочих вещей. Но тут есть вторая сторона. Существовало очень много, ну пусть не крупных, мелких компаний, которые занимались размещением рекламы на транспорте. Они просто обанкротились теперь? Да нет, они не обанкротились, ведь реклама, она имеет место быть, все это понимают. Есть просто определенные нормы и стандарты, по которым она должна изготавливаться, размещаться. И просто надо эти нормы знать. Если ты их не знаешь, ты можешь прийти в муниципальное образование, тебе все разъяснят, все дадут, покажут, есть целые методички. И те компании, которые занимаются этой работой на рынке, это все знают, поверьте, это же не случайные люди, они это прекрасно знают. И если к ним придет хозяйствующий субъект с просьбой сделать ту или иную рекламную конструкцию и, скажем так, захочет заказать что-то из ряда вон, они сами должны его скорректировать и сказать, вот мы предлагаем сделать так-то, 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 потому что есть стандарты, они вот в муниципалитете приняты тем-то нормативным актом. Вот и все. Как вообще в идеале должна выглядеть наружная реклама в большом городе? Ну, возьмем, для примера, большой город. Ну, это вывеска, понятно, вывеска о том объекте, который предлагает те или иные услуги или тот или иной товар. Это обязательно информация о хозяйствующем субъекте. Когда ты подходишь к дверям магазина, ты должен понимать, что это за магазин, собственно говоря, кто в нем работает. И какие-то элементы рекламы, они в каждом муниципальном образовании какие-то свои, там есть свои стандарты цветовые и прочее, то есть, как бы, они должны соблюдаться. Вот и все. То есть, реклама, она имеет место быть, мы это прекрасно понимаем, просто все должно быть в нормах правил, в нормах закона. То есть, получается, все это было прописано, но, грубо говоря, не соблюдалось? Не везде, во всех муниципальных образованиях это было прямо в нормативных актах утверждено. То есть, сейчас, на сегодняшний день, в каждом муниципальном образовании они утверждены нормативными актами и публично обликованы для того, чтобы их знали все. Я знаю, что департамент участвовал в разработке изменений в закон о торговле, в частности, размещения нестационарных объектов торговли. Вот расскажите об этих инициативах и были ли они приняты? Очень важный вопрос, на самом деле. Нестационарная торговля в крае очень сильно распространена. То есть, это 12 тысяч объектов. Это только те объекты, которые утверждены схемами в муниципальных образованиях. Примерно половина из них это сезонные, половина не сезонные. То есть, имеется в виду, некоторые стоят круглогодично каждый день, некоторые только на сезон. Сезон, причем, там делятся, допустим, весенний, летний, зимний. Понятно, что есть несезонные объекты, это торгующие бахчои, квасом, напитками. Но, к сожалению, не было должного регулирования, и на сегодняшний день еще есть определенные пробелы в федеральном законодательстве. Был разработан проект коллегами из Минпромторга России. Он везде очень активно обсуждался, и в нашем субъекте тоже. Мы, естественно, были одним из инициаторов ряда поправок. И ряд ключевых поправок по нашей инициативе были включены в проект. Ну, в частности, например, наша поправка, чтобы на частной земле тоже согласовывались с размещением объектов НТО. На сегодняшний день, если земля частная имеет статус коммерческой, то на ней, на самом деле, может спокойно размещаться любое количество объектов НТО, любой специализации, и никто даже этого, скажем так, не знает в муниципалитете. На наш взгляд, это все-таки неправильно, нужно хотя бы ее учитывать и понимать, где там размещены те или иные объекты. И мы такую поправку сделали, и она в проект легла. На сегодняшний день сам проект закона, он находится на рассмотрении в Государственной Думе, в Совете Федерации, и мы ждем с нетерпением, когда уже он будет принят. Ну и, подытоживая нашу беседу, давайте отметим, каким был 2019 год для вашего ведомства, и какие планы у вас на этот 2020 год? Ну, год был интересный. Мы до себя ставили достаточно много целей и задач на выполнение. О некоторых я сегодня вам рассказал, а цифры назвал. Если в общем какие-то там цифры экономические, то в целом рост отрасли хороший. То есть у нас и растет и обороты розничьи торговли, и оборот общественного питания. И у нас, кстати говоря, цифры, если сравнивать с федеральными, они по многим позициям значительно лучше. Вообще потребительская сфера, а мы здесь не только о торговле говорим, а в том числе и общественном питании, бытовые услуги, это все в компетенции департаментов, полномочиях, то мы практически по всем этим направлениям являемся в числе лидеров. По южному федеральному округу мы практически во всех лидерах. То есть там или первые, или вторые. А по федерации это обычно или третье, или четвертое, или пятое место. То есть буквально проигрываем только, наверное, самым центральным, скажем так, и крупным регионом. Мы это понимаем, понимаем ответственность по этому направлению. Поэтому всегда стараемся достичь определенных результатов в работе. И те задачи и цели, которые мы перед собой ставили на 2019 год, можно сказать, что в основной массе они выполнены. Да, есть какие-то определенные, может быть, недостижения, каких-то показателей, но это не является решающим или приоритетным. Мы для себя на следующий год, соответственно, уже на 2020, ставим не то, что достижения тех показателей, которые не были достигнуты в 2019, а и по некоторым показателям и превысить. То есть у нас сейчас ряд мероприятий запланирован. Мы движемся для достижения этих показателей. Я надеюсь, будет возможность встретиться о них в следующий раз и рассказать уже более подробно, чего же мы достигли в 2020 году. Обязательно это сделаем. Спасибо вам огромное за беседу. Всего доброго. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова